9 лет и 8 месяцев в колонии строгого режима. Сегодня в Омске вынесли приговор таксисту Павлу Шарошкину. Летом прошлого года он убил известного в городе предпринимателя, директора компании «Живая вода». Дамир Газизов сделал замечание Шарошкину, на что тот достал самодельный пистолет и выстрелил. Труп Газизова таксист спрятал в яме, сверху залил цементом. Сегодня Шарошкин в своем последнем слове сказал, что ему стыдно за свой поступок, однако вину он признал лишь частично. Из зала суда наш репортаж. Никому не буду, точнее, бред. Не могу решать жизнь. Не могу призвать свою частичную, так как кумус у меня привод просто не был. Павлу Шарошкину 26 лет. Ранее не судим, официально не трудоустроен. Следователи выяснили, на жизнь Шарошкин зарабатывал частным извозом. В тот летний вечер принял заказ у подвыпивших мужчин. Дамира Газизова он вез последним. В районе СКК имени Блинова нетрезвый пассажир сделал водителю замечание. Шарошкин достал самодельный пистолет и выстрелил попутчику в шею. Тот скончался в машине. Как выяснят следователи, Шарошкин увез труп в арендуемый гараж. Обмотал тело полиэтиленом и одеялами, закрепив кокон автомобильными тросами. Сбросил в смотровую яму глубиной полтора метра. Засыпал песком и залил бетоном. На этом Шарошкин не успокоился. Он продолжил уничтожать улики. После чего стал скрываться следы преступления. В связи с этим он загнал свой автомобиль на мойку. Провел химическую чистку салона в связи с тем, что там имели следы крови на сиденьях автомобиля. После этого орудие преступления он разобрал по запчастям и выбросил по пути трассы, то есть Омск-Новосибирск. Пропавшего без вести предпринимателя нашли спустя две недели. Извлечение трупа длилось почти четыре часа. Обследовав карманы Газизова, сыщики поняли, его еще и ограбили. Исчезли ключи от автомобиля, рейндж-жовер, мобильный телефон и бумажник. Во время следствия Шарошкин выдвинул версию о том, что выстрелил для того, чтобы успокоить агрессивного пассажира. Результаты экспертиз показали, что Шарошкин убил бизнесмена Дамира Газизова умышленно. Шарошкина сегодня признали виновным в убийстве и краже и приговорили к девяти годам и восьми месяцам колонии строгого режима. Также Шарошкина обязали выплатить иск потерпевшим на сумму один миллион рублей. Приговор законную силу не вступил и может быть обжалован.